Мы собираем голову робота Имула. Робот похожий на человека. Гуманоид. Только у него не будет ног. Ярослав Дементьев уже три года занимается робототехникой. Фильмы про роботов и научные статьи настолько увлекли юного изобретателя, что он уже не представляет своей жизни без этого. Во-первых, надо, чтобы была хорошая фантазия, чтобы если свободна тема, то ты мог сам придумать. Дальше надо точно все рассчитывать, чтобы понять, как сделать. Сейчас Ярослав вместе с учителем собирает голову робота-гуманоида. Дело интересное и увлекательное, требует большой сосредоточенности. А в мыслях уже представляет робота, который создаст в будущем сам. Какого-нибудь робота, например, защитника, который открывается только, когда где-то рядом опасность. А вот Светлана Занегина мечтает создать роботов, которые будут помогать людям. Она представляет их полезными, умными, умеющими выполнять сложные задачи. Школьница с детства увлекается программированием и изучает информационные технологии. Примерно три с половиной года назад мне стало интересно, как это все собирается. Я решила посмотреть по ролику на ютубе. Понял, что это неинтересно. И моя мама записала меня на робототехнику. Сейчас в Мытищинском центре робототехники и информационных технологий юные изобретатели работают на создание таких машин, как робот-манипулятор, робот-собака и робот-ин-мув. Также здесь занимаются 3D-моделированием. А, например, на этих принтерах делают модель дома. То, что мы создадим, вот вы видели в том кабинете соседнем, там создается человекоподобный робот. На самом деле это довольно перспективное направление, потому что даже американцы еще пока не смогли толком заставить его ходить так, как человек, выполнять те же функции. Поэтому мы тоже подбираемся к ним потихоньку. Эти инновации наверняка будут замечены на выставках. И мы, я думаю, что пойдем все же сформируем свою команду. Современным изобретателям есть где развернуться. Согласно статистике Яндекса, слово робот ищет более трех миллионов раз в месяц. Популярность этого направления только растет. Развитию помогают и национальные проекты России, образование и выявление талантов. Поэтому стоит ожидать от мытищинских конструкторов новых разработок и все более совершенных роботов. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый мытищинский.